Рост продаж, рост маржинальности, лидирующие позиции на рынке, рост доли рынка, приток новых клиентов, да, вообще просто мечты. При этом, чтобы это все было с минимальными затратами и с точными прогнозами, с полным соответствием плана факту. Что у нас в реальности? В реальности это многочисленные гигантские Excel-таблицы, устаревшая информация, ручные ошибки, сложные расчеты по оторванной от реальности, методологии, опоздание отчетов на месяц и неверная интерпретация сути проблем с продажами и показателями. Давайте попробуем разложить по полочкам некоторые аспекты управления спросом и сделаем сложное простым. Значит, позвольте представиться. Рождественская Наталья, консультант BI Consult, моя специализация – решение для ритейла, дистрибьюции и производственных компаний. Наши контакты на экране. Сама компания BI Consult работает с 2009 года и специализируется на построении систем бизнес-анализа, то есть систем бизнес-интеллигент на базе платформ ClickView, ClickSense, Anoplan, Tableau. Визуализация примеров нашего семинара и кейсов реализована на базе платформе Click. Значит, о чем мы с вами вкратце постараемся сегодня поговорить? Обычно в компаниях есть следующие исходные данные – систематические недовыполнения бюджетных показателей по продажам, наличие выручки, при этом отсутствие прибыли. Знакомая ситуация. Комментарии сотрудников по причинам падения продаж повторяются из отчета в отчет, но ситуация не меняется. То есть из месяца в месяц вы видите одни и те же комментарии от ваших коллег и подчиненных, и при этом ничего не происходит. Очень знакомая картина. Как нам понять реальную причину снижения показателей продаж и выправить тренд? И постараемся разложить по полочкам, где искать резервы роста, если продажи падают, как упростить управление ассортиментом. И вспомним некоторые такие важные вещи при выводе новинок на рынок и обсудим ряд других вопросов. Когда у нас падают продажи? Где у нас есть резервы роста? Мы анализируем от общего к частному всегда и для начала акцентируемся на общих показателях. То есть когда мы видим систематическое недовыполнение бюджета, нас должно это насторожить. Если мы видим тренд по годам, который идет на не спадающий, это нас должно насторожить. Когда мы накладываем показатели прироста по году, это также нас должно насторожить. Например, в данном случае мы видим, что в июне месяце произошел какой-то перелом, и в 2014 году, вся вторая половина года, идет абсолютный спад продаж. Значит, проверяем тренды показателей по годовым трендам и по месячным, сужая интервал поиска ответов на вопросы. Обычно причины, когда мы выявляем причины снижения продаж, мы смотрим следующие показатели. Мы смотрим сначала Total и Like for Like, причем это характерно и для ритейла, и для производственных компаний, и для дистрибьюторских компаний. Значит, мы смотрим отдельные каналы продаж, менеджеры, регионы, категории, отдельные точки продаж, отдельные поставщики, то пускаю, то бренды, то есть абсолютно все, что имеет значение конкретно для вашего бизнеса. Обязательно сравниваем продажи текущего месяца с прошлым и с аналогичным периодом прошлого года. Значит, детально смотрим выполнение плана, план-факт, процент выполнения плана. Тренд проверяем всегда за 12 месяцев, и все наши гипотезы либо подтверждаем, либо опровергаем. Скорее всего, мы с вами сталкиваемся с завышенными показателями бюджета далекими от реальности, с слабым отделом продаж, неверно выставленными кипяями, несоответствии ассортимента сезонности либо целевой аудитории, несоответствии цен рыночной ситуации, каких-то структурных изменений рынка, которые также имеют место быть. Значит, дисбаланс в KPI и зоне ответственности – это тоже важный момент, на который обычно не все обращают внимание. Значит, если у нас есть зона ответственности слишком разная между сотрудниками, то получается дисбаланс. Например, совершенно неправильно, чтобы один сотрудник отвечал за 80% категории, чтобы один сотрудник приносил максимальную маржинальность, да, и давал максимальные приросты, хотя в то время как остальные сотрудники кучкуются где-то в нижней зоне диаграммы, совершенно неправильно, чтобы был такой разброс между операторами, это означает, или между менеджерами и продажами, это означает, что кто-то из них недорабатывает, и мы на этом теряем наши продажи и показатели. То есть все познается абсолютно в сравнении. Давайте посмотрим на примере демо-версии, как можно быстро понять причину падения продаж. Значит, мы открываем демо-версии, пример сделан на базе платформы ClickView, это управление по KPI. Значит, общие тренды, которые мы видим, выявляют наши узкие места. Например, мы хотим посмотреть, что случилось с нашей просроченной дебютерской задолженностью. Мы нажимаем на показатель ПДЗ, видим, что ПДЗ нас не радует, в частности, во втором квартале 2013 года. Просроченная ПДЗ максимальная. Или, например, мы выбираем рентабельность продаж, это наш тоже там какой-то основной показатель, естественно. Мы хотим посмотреть, что происходило, например, в какой-то любой произвольный период. Мы выбираем второй квартал и видим показатели апреля 2014 года, когда наша рентабельность была в красной зоне, и май 2013 года, когда рентабельность была очень высокая. Соответственно, в следующие периоды мы будем смотреть более пристально именно те месяцы, в которые показатель был либо слишком высокий, либо слишком низкий. В мае мы найдем резервы для роста, а в апреле мы поймем, что пошло не так и сможем исправить ситуацию в дальнейшем. Например, мы хотим посмотреть показатель наш товарооборот. Мы убираем фильтр квартала и смотрим тренд по годам. Мы видим, что тренд по годам ухудшается от года к году. Сначала он был относительно неплохо в 12-м, в 13-м он стал меньше, в 14-м он стал еще меньше. Значит, идем на вкладку «Сравнительный анализ» и изучаем, что конкретно у нас ухудшилось. Значит, да, мы видим, что снизился товарооборот, снизилось количество клиентов, да, мы видим, что снизилось вообще, что у нас увеличилась дебиторская задолженность, сама по себе изменилась структура дебиторской задолженности. Скорее всего, у нас изменилось количество клиентов и, скорее всего, у нас изменились цены. Какие именно цены изменились, это мы посмотрим, закупочные ли или продажные, мы посмотрим уже, исходя из конкретики. Значит, идем также на вкладке «Заказы», смотрим конкретику там. Да, мы смотрим, что изменилась у нас сумма заказов, сумма одного заказа, то есть произошли какие-то глобальные изменения, да, которые нас абсолютно не радуют. И смотрим, что также у нас выросли показатели по товарам, и при этом снизилась сумма товаров на складе. В данном случае сумма товаров на складе, возможно, это и хорошо, потому что снизились наши обложения в товарный запас. Далее, например, мы идем на вкладку, то есть мы уже хотим анализировать более детальные вещи. Мы идем на вкладку «Отчеты департамента комплектации» и видим, что за интересующий нас период, например, за второй квартал 2013 года, мы видим, что есть какая-то рентабельность, которая находится в отрицательной для нас зоне. Значит, мы хотим посмотреть, какая именно продуктовая группа у нас ушла в отрицательную рентабельность, и смотрим, что это, например, группа товаров номер 8. То есть мы с вами сужаем, да, каждым таким действием, каждым кликом мышки, мы сужаем наши поиски и смотрим, в чем конкретно была проблема, за счет чего конкретно, за счет какого товара, за счет какого поставщика, за счет какого ассортимента у нас снизился наш основной показатель, на котором мы строим KPI для многих сотрудников нашей компании. Мы выбрали, выяснили, что за счет группы товаров номер 8, мы выяснили, что поставщики, составляющие эту группу, в основном это поставщик номер 28 и 29, потому что у них самая большая доля, и, скорее всего, нужно идти в коммерческие условия данных поставщиков и смотреть, что с ними случилось. Возможно, они изменили ценовую политику, или, возможно, они там что-то еще поменяли, что-то поменялось в нашем сотрудничестве, и поэтому у нас наши показатели ухудшились. Проверим еще несколько гипотез и перейдем на вкладку «План факт». Мы снимаем фильтры по товарам и оставляем просто второй квартал 2013 года. Вкладку «План факт» мы смотрим по менеджерам, то есть у кого из менеджеров идет максимальное недовыполнение плана. Значит, мы выбираем менеджеров, фильтруем по максимальной разнице и смотрим, что наш герой дня – это менеджер номер 18, за счет которого мы недополучили разницу на 12 миллионов рублей. У нас разница идет между планом и фактом. То есть этот герой дня найден. Мы переходим на вкладку «Клиенты» и видим, что этот менеджер работал с какими клиентами он работал. Мы видим номера клиентов, мы видим, что у них есть еще какая ситуация у них с задолженностью, мы видим, что огромное количество просрочки, мы видим, что идет недовыполнение планов по данному менеджеру и вообще работа с клиентами ведется из ряда вон плохо. То есть герой дня требует управленческого воздействия. Это уже меры принимаются на основании уже просто элементарной аналитики, которая у нас должна быть для принятия управленческих решений. И, соответственно, если мы снимаем фильтр с менеджера 18, мы просто видим в целом, какая ситуация у нас идет по менеджерам, какая ситуация идет по их работе и как в целом они работают относительно друг друга, какая у каждого из них выручка, какую рентабельность показывает каждый из них. Значит, управление ассортиментом. Следующим этапом мы анализируем, что есть в нашем ассортименте. В матрице что мы на самом деле продаем и что у нас покупают. Обратите, пожалуйста, внимание, что ответы на эти вопросы у вас не совпадут никогда. То есть то, что есть в нашем ассортименте, то, что числится у нас, то, что есть в наличии из нашего ассортимента, то, что мы в реальности продаем, то, что мы в реальности выставляем на полке, то, что покупают наши клиенты и то, что клиенты хотят покупать и готовы покупать у нас, это все абсолютно разные круги, которые соприкасаются только в части своего сегмента. Значит, когда мы анализируем корзины и чеки, мы стараемся упрощать аналитику для того, чтобы получать наглядный результат и с этим наглядным результатом работать. То есть, естественно, мы первым делом смотрим, кто у нас покупает, кто наши активные клиенты, неактивные, полувозрастаж, продажи по клиентам, формы оплаты и так далее. То есть все, что нужно конкретно для вашего бизнеса. Когда покупают? Насколько покупают эту интенсивность посещения торговой точки либо интенсивность логистики при отгрузке заказов, дни недели, сезонность. Мы должны планировать с вами пики и спады, мы должны к ним готовиться с точки зрения смен сотрудников, с точки зрения готовности товаров и поставок. Мы можем делать более эффективными промо-акции, операционную деятельность торговых точек. Мы можем управлять ритмичностью нашей лобистики и работы склада, если мы элементарно делаем такого рода аналитику. Значит, слайд-анализ корзины. Когда с чем покупают другие товары, то есть кросс-продажи. В реальности в 90% случаев этот отчет вообще не успевают анализировать те, кто отвечает за ассортимент. Как бы это ужасно ни звучало. Если делать эти отчеты вручную, они обычно очень трудоемкие, и они требуют регулярной работы, и, соответственно, к тому моменту, когда доходят до формирования этого отчета, он уже немножечко устаревает, и уже продажи идут далеко вперед, уже там успевает смениться сезон, успевает смениться ассортимент, и в очередной раз отчет становится просто неактуальным. Значит, важный слайд, достаточно важный, это оценка баланса ассортимента. То, что крайне редко присутствует в первоначальной аналитике, хотя это вещи очень важные, и на них они стоят того, чтобы обратить на них внимание. Значит, для оценки баланса ассортимента необходимо сравнивать средний чек, необходимо сравнивать разброс цен внутри товарной категории, а также средние цены товара на полке. При среднем чеке в 400 рублей товар со стоимостью 1500 рублей, он просто обречен на то, чтобы не быть купленным, и прийти, уйти в просрочку. Можно пойти дальше, сделать анализ по отдельным ценовым сегментам, по средней стоимости товарного запаса, по категориям группам и по промо-предложениям товарам из распродажи. То есть, помимо динамики среднего чека, который идет от месяца к месяцу, сравнивается средняя цена покупки, средняя стоимость товарной единицы на остатке. Это все разбивается по категориям, имеющимся в наличии. Также смотрится минимальная цена в категории, максимальная. Если вот этот разброс составляет… Если это многократный разброс, то это означает, что ваш ассортимент разбалансирован. При наличии менеджеров, либо продавцов-консультантов, баланс ассортимента дополняется анализом личных показателей продаж. То есть, у вас есть количество товаров в чеке, либо количество товаров в заказе. У вас есть очищенный КТЧ, либо КТЗ. То есть, что имеется в виду? Например, у вас фэшн-ритейл, и вы хотите смотреть, сколько вещей есть в чеке, не считая, например, пакетов, которые тоже могут пробиваться в чек. У вас есть средний чек, либо средний заказ по каждому сотруднику. И у вас есть маржинальность, которая рассчитывается по каждому отдельному сотруднику. Значит, по наличию товаров. Наличие товаров у нас проверяется как цифровыми показателями, это в натуральном и стоимосном выражении, так и визуально. Самая простая визуализация – это как раз отсутствующие товары, когда они выделяются красным. Отдельная дата – это отдельный день недели. Когда у вас 10, 20, 50 тысяч из кают, то такая табличная форма, она позволяет гораздо проще понять, что у вас на самом деле творится с товарным запасом. Где у вас избыток, где у вас норма. Норма – это синенькая, в данном случае избыток – это зелененькая. А то всток – это в данном случае красное. В дополнение обычно мы рассчитываем недополученные продажи, уровень сервиса поставщиков, скорости качества внутренних перемещений и скорость приемки и выкладки товара. Давайте посмотрим, то есть мы отслеживаем все, что так или иначе связано с готовностью товара к продаже. Давайте посмотрим на примере демо-версии, как можно проверить, насколько у нас балансирована матрица. Переходим также на еще одну вкладку. Это мы с вами уже смотрели. Переходим на еще одну демо-версию. Значит, выбираем какой-то период, который нам нужен. Например, мы идем на вкладку товара и тут же мы видим наши основные показатели в разрезе товаров. Данные все замаскированы, зашифрованы, данные демо-версии. Значит, мы видим с вами долю, оборот, динамику, то есть какие-то наши основные показатели. Мы можем перейти на вкладку оборот и посмотреть оборот, доход и наценку. Значит, мы переходим на вкладку товарный запас и здесь мы видим сводный средний запас, объем продаж, оборачиваемость и объем закупок. Значит, мы смотрим динамику, коэффициент оборачиваемости, мы смотрим, какие товары у нас вызывают, какие оборачиваемости имеют наименьшую, какие наибольшую. То есть сразу мы видим проблемные части нашего ассортимента. Переходим к ABC-анализу. На самом деле, если упрощенно говорить об ABC-анализе, то ABC-анализ – это самый такой простой, наглядный способ отсматривать, насколько стабилен и эффективен наш ассортимент. ABC-анализ мы делаем по показателю продажи, а также по показателю маржинальности. В данном случае сделан по продажам, обычно это чуть более сложная ABC, которая состоит из сразу двух категорий – это продажи и маржинальность. Значит, обычно считается, что ABC – это 80 на 20, то есть в категорию А попадает 80% ассортимента. Это не совсем верная интерпретация, потому что 80 на 20 – это не догма. Вы можете выставлять те значения, которые характерны именно для вашего ассортимента. То есть вы можете сдвигать эти значения так, как вы считаете нужными, которые нужны для вас. Значит, что показывает показатель XYZ ассортимента? Это фактически наша стабильность ассортимента, стабильность и предсказуемость нашего спроса. То есть это отклонение объема заказов от среднего. Допустим, каждую неделю вы покупаете 2 литра молока, иногда вы покупаете 3 литра молока. Но в среднем… Да, есть, и звук есть. В среднем ваш спрос на молоко, он предсказуемый. Стабличная форма, она удобна для работы с ней, а вот эти баблы – это удобная визуализация. Если вы видите, что у вас в значении C находится большая часть вашего ассортимента, то явно с матрицей у вас есть огромные проблемы. Дальше мы смотрим анализ чеков в специализированной рознице. К нему рекомендуется добавлять среднюю цену, среднюю стоимость товара на остатки, то, о чем мы чуть-чуть ранее говорили. И далее мы смотрим в анализ структуры чеков. Смотрим анализ структуры чеков. И, например, выбирая конкретный месяц, мы смотрим, сколько у нас позиций покупается меньше 10 единиц на полке, мы смотрим распределение по суммам покупок, мы смотрим доли клиента в объеме продаж, мы смотрим какую-то основную аналитику, которая нам нужна для того, чтобы смотреть наш баланс ассортимента и его соответствие тому, что у нас реально покупают или заказывают. Что касается новинок в ассортименте. Пара слов о новинках. При выводе на рынок, либо при вводе в ассортимент, важно минимизировать риски первого обстановочного заказа и ошибочного прогноза продаж. То есть до ввода любой новинки мы устанавливаем критерии успешности. Критерии успешности по оборачиваемости, по выручке, по маржинальности. Мы отслеживаем продажи с дня появления в ассортименте, и мы отслеживаем продажи в периоды вне промо и в промо для товара, если это розница. Мы обязательно учитываем продажи аналогичных товаров, наличие аналогов матрицы, цены конкурентов, естественно, ассортимент конкурентов, сроки производства, оптимальность партии комплектующих, сезонную своевременность и рекламную поддержку. Что касается прогнозирования в BI, прогнозной модели по продажам на уровне нормальных прогнозов, в том числе всякие скользящие средние, экстраполяции, можно реализовать, но для начала, пожалуйста, убедитесь в том, что у вас реализован базисный контроль показателей, который у вас есть, потому что вряд ли вам нужна какая-то теория вероятности, с какой вероятностью у вас клиент номер один возьмет в августе конкретный SKU в конкретном количестве. Вам нужно, чтобы у вас не было штрафов за недопоставки, вам нужен стопроцентный уровень сервиса, вам нужно отсутствие потерь на неликвидов. То есть вам нужна статистика прошлых периодов, которая дополняется какими-то показателями и оцифрованными вашими экспертными коэффициентами, приростов, средних приростов и так далее. И лояльность клиентов. Сейчас мы посмотрим, как с ней работать. Чтобы максимизировать отдачу от клиентов, нам необходимо постоянно контролировать ситуацию с клиентской базой. То есть новые клиенты, соответствие количеству новых клиентов и выручки, оборонку продаж, то есть сколько клиентов к вам обратились, сколько из них сделали заказ, сколько клиентов делал заказ регулярно, сколько клиентов остаются вашими постоянными покупателями либо заказчиками. Также важны, естественно, покупки с картами лояльности для ритейла, конверсии, объем динамика продаж, регулярность обращений. Давайте посмотрим на примере демо-версии, как упускаются клиенты и продажи на ровном месте. Демо-версия на примере ClickSense у нас сейчас будет сделана. Это тоже аналитическая платформа. Допустим, мы сделали наши продажи по чеке по дням недели, средний чек, количество чеков. Мы сделали такое некое распределение и посмотрели статистику по общую сегментацию, сделали по среднему чеку. Значит, мы переходим в сегментацию чеков и наше внимание, значит, сегментация чеков пересчитывается. И мы хотим посмотреть количество позиций в чеке и до средней чеки. Наше внимание привлек какой-то гигантский совершенно показатель, который вообще выделяется из общего ряда показателей. Мы нажимаем на него и тут же видим, из каких категорий состоял данный чек. В данном случае это украшения с бриллиантами, основная категория. Мы переходим на вкладку кросс-продажи и смотрим, ищем украшения с бриллиантами и смотрим, что обычно покупается с данными украшениями. Обычно с ними покупаются, например, футляры для кольца, футляр для сережек. В нашем чеке этого не было. То есть это сам по себе. В нашем чеке вообще не было такой кросс-продажи. При этом кросс-продажа 25% – это сам по себе показатель достаточно низкий, потому что по смыслу футляры к украшениям они должны продаваться гораздо чаще. То есть уже мы видим резервы для увеличения продаж на примере вот этой розничной сети. Дальше мы переходим на вкладку клиента и мы хотим понять, что это за клиент. И тут мы видим еще более удручающую картину. Мы видим, что мы не можем понять, что это за клиент, потому что у нас на него не полностью заведена карточка, то есть не полностью заведены данные. Мы не сможем найти этого клиента, мы не сможем сообщить ему о персональных предложениях, потому что у нас нет ни даты ввода, и, соответственно, нет каких-то контактных данных для этого клиента. Значит, давайте посмотрим, попробуем проверить, какие покупки брал вообще этот клиент за период, за весь период работы с ним. Мы видим, что у данного клиента была всего лишь одна продажа за весь период работы, то есть за несколько месяцев, в данном случае загружены данные почти что за год. Клиент брал только один раз. Мы хотим посмотреть, раз уже этот клиент упущен, давайте посмотрим, есть ли у нас еще какие-то вип-клиенты, клиенты, которых нам нужно холить, лелеять, да, и которые нам дают максимальные продажи. Да, мы фильтруем по максимальным продажам, значит, наши, и видим, это наши вип-клиенты, из которых некоторые клиенты имеют постоянные, повторяющиеся регулярные покупки, да, то есть один, например, клиент брал, приходил к нам 179 раз, а у другого там 14 чеков, 7 чеков, 9 чеков, то есть это уже та ситуация, с которой мы можем работать. Это те наши вип-клиенты, кого мы будем угощать шампанским перед Новым годом, да, кого подавцы-консультанты должны знать лицо, должны знать их по имени, как зовут их любимую собачку и так далее, потому что это наши резервы для просто продаж в данном конкретном случае. Значит, мы видим, как давно с нами эти клиенты, да, то есть кто-то уже там много-много лет, мы видим, что они покупают, мы видим, как они покупают. То есть это наше золотое дно из клиентов, которые были у нас ранее, отношения с которыми нужно закреплять. Я думаю, что из практических примеров у меня все. Спасибо за внимание. Желаю вам успешных продаж и роста показателей, и готовы ответить на вопросы. Вопросы пишем в чат, соответственно. Коллеги, напоминаю, что чат у вас в правой части экрана снизу. Если вдруг вы его не видите, то нам надо нажать на две стрелочки такие, чтобы развернуть эту правую панель управления участниками. там же и чат. Мы подождем в пределах пяти минут и постараемся ответить на поступившие вопросы. Спасибо. Я только сделал, написано. Спасибо за внимание. У вас звук надо выключить. Такое слово. Сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Коллеги, огромная просьба выключать звук, потому что слышны посторонние шумы, слышны посторонние совещания. Сегодня у нас особая атмосфера, какие-то эти посторонние силы вмешаются, потому что обычно все участники вебинара, ну, доступны для выключения звука, клавиши специально у меня. Сегодня некоторые, оказывается, ничего кроме серебряных пуль не берет. Пока вопросы готовятся, если они будут, то рада приветствовать всех еще раз на этом вебинаре. Особенно радостно и приятно видеть тех, с кем мы уже общались ранее. Демонстрация примеров была сделана на базе платформы Клик, это Клик Вью и Клик Сенс, платформа бизнес-аналитики, на демо-версиях, на реальных кейсах наших партнеров. Естественно, данные замаскированы, зашифрованы, с тем, чтобы они не транслировались на весь рынок, с тем, чтобы сохранять конфиденциальность. Ну, абсолютно кейсы все реальные. Ага, вопрос... Первый вопрос уже есть про софт. Да, значит, данные решения были реализованы, примеры были показаны на базе платформы Клик, это Клик Вью и Клик Сенс. Значит, это одни из платформ бизнес-аналитики, естественно, платформ есть несколько. У каждой из платформ есть свои плюсы и свои минусы. Здесь нужно подбирать под те задачи, которые вам вы хотите решить. Платформа Клик, в первую очередь, особенно Клик Сенс, это поиск прецедентов. То есть это как раз поиск... Это анализ текущей статистики, да, и поиск прецедентов, выявление узких мест, да, выявление каких-то проблемных ситуаций и своевременное выявление, скажем так. Сравнение с Power BI не совсем входит в данный семинар, не хотела бы его затрагивать в рамках этого семинара. Различия есть. Мы можем связаться с вами отдельно и поговорить на эту тему отдельно, но не в рамках семинара под запись, конечно же. Ну, я, пожалуй, что добавлю то мнение, которое сложилось в BI-консалтах за 8,5 уже лет работы. То есть, в принципе, почти что любая задача в сфере аналитики может быть решена на разных платформах, будь это Клик, Power BI или что-то еще. Вопрос, на самом деле, в привычках пользователей, во-первых. Во-вторых, в том IT-ландшафте, инфраструктуре, которое уже сложилось к старту проекта. То есть, в некоторых случаях, если у вас, допустим, все-все-все сделано на SAP, например, то часто оказывается востребована и на SAP аналитика, которая отдельно от хранилища, отдельно от ERP SAP, она редко, наоборот, встречается. Ну и так далее. То есть, это как пример. То же самое Microsoft. Да, бывает выгодно микрософтовскую визуализацию построить, как вершину пирамиды, большущей микрософтской, которая была построена за многие годы. Наше же мнение какое? То есть, нам для Microsoft нравится именно Клик в чем? Универсальности. То есть, он с любым из этих источников, почти с любой архитектурой может работать. Ну вот, основной вывод, который хотелось бы сейчас озвучить, не вдаваясь в тонкости и дебри. Клик, он всеядно универсальный. Ну, а, что кажется, Power BI тоже хороший инструмент. Ну, как сказала Наталья, нет смысла сейчас вдаваться в подробности точно, как бы их сравнение. Это далеко от целей нашего вебинара сегодняшнего. Вопрос. Есть, да, пожелание у Светланы по поводу отображения текста кракозябрами. Смотрите, это один из способов маскирования данных. С тем, чтобы не публиковать, да, определенные названия поставщиков, естественно, да, там, имена сотрудников и так далее, данные специально шифруются и маскируются подобным образом, если мы говорим про саму презентацию. То есть это сознательный факт, но мы вас услышали, возможно, мы будем иногда просто менять сами карточки одни на другие, так, чтобы читалось это поудобнее, чем кракозябра. Пожалуй, дополню, что тут сложно было бы без кракозябра, потому что многие из этих примеров, они сделаны на основе живых боевых проектов. Естественно, мы действуем в соответствии с нашими соглашениями, а не разглашениями с заказчиками. Поэтому кракозябры введены там, где мы не имеем права что-то вам рассказывать. Так, коллеги, ждем еще интересных вопросов в чат. В любом случае, если вопросы сейчас пока по какой-то причине не хотите публиковать, не хотите задавать сейчас, вы всегда можете связаться со мной, все контакты есть. Сергей, мы оповестим о записи на YouTube-канале. Так, ну, запись будет, но я могу сразу сказать, что это дело не срочное. У нас они, как правило, в течение месяца публикуются на YouTube, и там обработать нужно. Поэтому запись, конечно, будет. А вообще рекомендую всем подписываться, тогда точно не пропустите. YouTube-канал у меня в подписи есть, и все, кто получали приглашение на вебинар, могут его там увидеть и подписаться. Вопрос еще от Романа. Средняя продолжительность внедрения разработки. Смотрите, в данном случае мы просто с вами коснулись темы управления спросом. То есть демо-версии примеров были даже на нескольких решениях, каждый из которых было посвящено определенной тематике. Поэтому все зависит от задач внедрения. Обычно в средний срок проекта – это где-то от двух месяцев до года. Год – это если проект очень глобальный, и, конечно, это включающий в себя не только продажи, но и, например, финансовую аналитику и несколько таких больших глубоких тем. Здесь все абсолютно индивидуально и рассчитывается под, исходя из изначальных задач, источников данных и ситуации вообще с исходными данными, которые вы хотите анализировать. Подводные камни при использовании Microsoft. Алексей, но подводные камни при использовании Microsoft не готовы я озвучить в рамках все-таки данного семинара, потому что это даже не сказать, что это конкурирующая платформа. Я, пожалуй, дополню то, что хотела бы сказать Наталье. То есть, я, кажется, себя экспертами считает вот именно такие. У сильного же среднего, если говорить про софт, то именно в кликовских продуктах. У нас сотни внедрений, в том числе в крупном бизнесе, там ведущие ритейлеры, магнит тот же самый. Что касается Microsoft, и в том числе Power BI, мы этот софт хорошо знаем, но такими высокими экспертами себя в нем не считаем, чтобы давать им оценки, вскрывать подводные камни и так далее. И вообще, я считаю, нехорошо как бы вот кого-то возносить, кого-то опускать, тем более в формате вебинара, который на самом деле не этому был посвящен. Если хотите знать мое мнение про этот софт и мнение BI-консалта, то мы готовы с вами как минимум в телефонном разговоре это обсудить. Ну, а в целом, на Power BI можно сделать примерно такие же даже борды, как мы сегодня видели. Вопрос трудозатрат, вопрос совместимости с вашей IT-архитектурой, это сильно как бы он индивидуальный. То есть, для одних подойдет, для других не подойдет. Поэтому сейчас, не обладая входными данными, мы не можем сказать, на что вам стоит обратить внимание. Так, еще по поводу, да, значит, по поводу стоимости ПО. Если в двух словах, то, да, есть две платформы, это все-таки ClickView и ClickSense. Стоимость ПО для ClickView составляет несколько миллионов рублей, да, обычно это где-то от трех, скажем так, три плюс миллиона рублей. Если мы говорим о платформе ClickSense, это более демократичное решение в плане стоимости лицензии, минимального количества лицензий к закупке. Все гораздо более демократичные. Мы можем сделать отдельный расчет, естественно, чуть-чуть за рамками этого вебинара. Это не закрытая информация, да, расчет предоставляется по факту обращения, можно к нам. Так что, Роман, свяжитесь с нами, и мы вам все расскажем более детально, какие типы лицензии, какие виды, какая стоимость, да, и по срокам внедрения тоже проконсультируем уже под ваши непосредственные задачи. Ну, а в целом, дополню, что здесь секретов никаких нету. Такого рода софт, как мы сегодня смотрели, в общей стоимости владения, который учитывает там лицензии, разработку, обучение сотрудников и так далее, стоимость владения таким софтом составляет несколько миллионов рублей. Сроки внедрения, если мы говорим про Click, то они довольно скромные, то есть это несколько месяцев. Ну, а точнее, это уже нужно индивидуально общаться, исходя из вашей ситуации. Сейчас точнее сказать не сможем, но в целом, исходя из того опыта, который есть, вот сто с лишним проектов, в том числе те, которые мы сегодня смотрели. Это несколько миллионов, несколько месяцев. Коллеги, хотелось бы еще вопросы, в том числе не только про техническую сторону, не только про программное обеспечение, но и по содержанию. Какие виды анализов из демонстрированных сегодня вы используете в работе? Может быть, что-то хотели бы добавить, уточнить? Позвали вопрос от Романа, давай. Я сейчас пытаюсь понять вопрос, правильно ли я поняла, что вы хотите уточнить, есть ли действительно прирост у клиентов по факту использования аналитики. Если я правильно... Ага, отлично. Вы знаете, я могу ответить так. BI аналитика и вообще любые аналитические инструменты, это может быть клик, это может быть Excel, это может быть, я не знаю, там что угодно, они дают возможность принять управленческое решение. От того, какое решение будет принято, соответственно, у компании либо будет там выручка и прибыль, либо ее не будет. Что решение можно принять верное, а можно принять и неверное. Поэтому как управлять, да, это уже управленческие шаги. Главное, что в данном случае управление идет на основании именно конкретики данных, цифр, показателей, не пальцем в небо, а на основании каких-то расчетов и полной информации. Ну и в целом могу сказать, что тема оценки эффекта от внедрения решений бизнес-интеллигенса это большая интересная тема, достойная, а к минимуму, кандидатской, а скорее докторской диссертации. Но в формате одной минуты, если отвечать, результаты бывают разные. То есть те компании, которые не готовы к внедрению с точки зрения кадров, системы отстабулирования и так далее, они могут получить нулевой эффект. С другой стороны, те из наших заказчиков, кто с нами плотно работал, с кем мы вместе пытались оценить эффект, они получали довольно достойные результаты. Например, из известного, из того, что мы имеем право озвучить, компания Burger King. Это один из наших любимых клиентов в сети ресторанов России. На момент вот этого вычисления и работы с ними было там уже больше 200 штук. Соответственно, мы посмотрели эффект, и главным его выражением был рост выручки, поскольку там у нас отчетность была такая оперативная. То есть это вещи, связанные с трафиком, средним чеком, то есть факторы первого уровня, влияющие на выручку. Соответственно, рост выручки по сети ресторанов у них составил порядка 4%, что с лихвой окупило затраты на внедрение такой системы. Вот один из примеров. Если что-то на эту тему еще интересует, уточните, задайте вопросы. Значит, основных пользователей обычно несколько, по крайней мере, тех, кому реально нужна такая аналитика. Во-первых, конечно же, это топ-менеджеры, то есть те, кто принимает решение, куда, в принципе, движется их бизнес. Это могут быть собственники, да, это могут быть топ-менеджеры, то есть генеральные директора, коммерческие, да, финансовые. Это могут быть сами аналитики, которые готовят отчетность. То есть если топ-менеджеры, они, конечно, едва ли будут что-то делать руками, да, они просто будут заходить и смотреть, то аналитики, конечно, им интересно покрутить, поделать презентации, да, им интересны именно опции работы в самой программе. Значит, это аналитики, это финансовые отделы, потому что такое решение, переложенное на финансовый департамент, очень облегчает им жизнь. Ну и плюс это те сотрудники, кто, скажем так, для кого сейчас аналитика – это очень трудоемко, и те, кто хочет видеть, в общем-то, полную картину, нормальные данные, актуальные, вовремя, с тем, чтобы принимать на их, на базисе этих данных какие-то решения. То есть это могут быть и маркетологи, потому что постоянно меняется, да, ситуация с продажами и с клиентами, постоянно нужно держать руку на пульсе. Это могут быть логисты, да, если это интенсивная какая-то логистика у клиента. То есть это как раз те, кто работает на передовой в каких-то интенсивных задачах. То есть это могут быть, кстати, и производственные компании, которые, например, отслеживают показатели своей системы менеджмента качества на эффективности производственных линий. То есть, ну и, конечно, это ритейл. Здесь уже нужно смотреть вот того, какая у вас компания. Ну, если мы говорим про клик-вью, то обороты, конечно, имеет смысл, ну, хотя бы миллиард, чтобы был. Если мы говорим про клик-сенс, и, скажем так, можно сделать какой-то вариант более такой лайтовой аналитики на клик-сенсе, и здесь уже важен не сам оборот, потому что политика лицензирования клик-сенс, она достаточно гибкая, и здесь не обязательно иметь миллиард для того, чтобы иметь красивую аналитику и с помощью нее расти и делать приросты себе. То есть, это гораздо более доступное решение, и все зависит от вашего бизнеса, да, и амбиции развития компании. Мы можем отдельно с вами потом, не в рамках вебинара, просто свяжитесь с нами, Роман, да, и мы вашу ситуацию более конкретно можем обсудить. В целом, слова Натальи подкреплены тем, что из наших десятков заказчиков большинство, это вот компания, от одного миллиарда рублей оборот в год. При этом бывают и те, кто меньше, но меньше в разы, но не на порядке, будем так говорить. То есть, те, кто оборот больше миллиарда, задача для аналитики есть всегда, в том числе те, которые стоят решения, которые окупаются. Те, кто меньше, там уже всякое бывает. Так, будут ли еще вопросы? Давайте еще, может быть, пару минуточек, пожалуйста, давайте еще пару минуточек подождем, тогда на всякий случай, может быть, кто-то еще захочет задать вопрос. Если интересуют какие-то конкретные бизнес-кейсы, да, какие-то конкретные сегменты рынка, то у нас есть большое количество демо-версий и для ресторанов, и для розницы, да, и для производственных компаний. То есть, здесь просто мы сможем выбрать по смыслу то, что нужно именно вам, и показать уже отдельно за рамками вебинара, показать, обсудить, да, там, ваши узкие места, ваши проблемы, и предложить какое-то, возможно, какое-то решение. Так, ну, судя по всему, вопросы, наверное, уже завершились. Да. Хорошо, тогда благодарю всех за участие, благодарю всех за внимание. Всем удачи и хорошего дня. До свидания. Ждем вас на наших вебинарах. У нас будут еще новые интересные, даже на следующей неделе уже. Да, я еще что-нибудь попробую интересное подготовить. Спасибо. 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 Продолжение следует...